В Латвии солнышко А небо такое же, как в Эстонии И природа такая же, как в Эстонии Только надписи Другие, с другими буквами Вот тоже два оттенка Три зеленого Желтый, зеленый, зеленый И тоже 50 оттенков зеленого Дороги в Риге, мы вам скажем Желаю лучше Это какой-то кошмар Мы как будто по рельсам едем Мало того, что вот эти вот люки Все канализационные здесь Да еще и дорога такая кривая-прикривая С мятинами, с какими-то Ну выбоин нет Но ужасная Ужасная дорога Причем, ну, трасса Трасса Вот так вот мы едем Дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг Дороги, просто, трасса трасса, трехполосное движение вот в одну сторону, мы до Юрмала сейчас едем, но это по Риге-то проскакали, как на Тыгадымском коне. Мы проехали 200 километров по Эстонии, и такого не было. Вот наш номер в отеле. Муж залег, Wi-Fi тут же принялся искать. Yes, of course, Wi-Fi. Yes, of course. Название отеля мы еще не запомнили. И Лиа Лупе вроде такой. Лиа Лупе, спа, отель. Так, у нас балкончик есть. Столик, стульчики. И тут, правда, на крышу какой-то вид, но тут на зеленую зону. И вообще, чем-то мне все вокруг напоминает у нас Нарваису. Сосны, море, запах тот же самый. Кровать хорошая такая, высокая. Рабочее место, можно сказать. Номер небольшой, но нам на две ночи вполне себе должно хватить. Телевизор вот в такой рамке. Здесь такой мини-холодильничек. И туда уже водичку поставила. Сейф. Сейф. Тут гардеробная. Халаты, полотенца. И вот, ванна. Спасибо. Душевая кабинка. Со всеми вот нужными средствами. Мы как раз из дома ничего не взяли. Ни шампунь, ничего. Такое зеркало, Дань. Даже бриться, смотри, удобное. И фен. Все есть. Отель хороший. Мы зашли, нас что поразило? Вычищенные полы. Даже глаза слепит, да? Пол. А тут вот. Рижский залив на картине. Вот это наш отель. Похож на той Ласпа. Как будто не уезжали далеко, да? Ну, хотя 400 километров это недалеко. Но так сменять обстановку. Полбака бензина. Полбака бензина всего. Мы канон-классе. Мы пошли искать, где бы перекусить. Нашли близлежащее кафе. Халли Папа называется. Так что пошли в Халли Папу. Дань, до Папы мы не дошли. Дань, до Папы мы не дошли. Нет, Руба горит. А? Руба горит. Да. Мы кушать захотели и зашли в первое попавшееся. А тут все меню со страусом. Таня, страусиные крылышки заказал. Ножки. Ножки. Ножку. Галяшки. Здесь так прямо чувствуется, да? Курорт-курорт. У нас так вот не пахнет. Морем. Ну да. Ну там в ресторан-то надо этот дресс-код. Они в шлепанцах и в труханах. Пивко взяли. Мой гаспачо. А это у мужа там даже не знаю, что за красота. Ребрышки. И батар. И батар. Да? Да. Тарелка. Суп очень вкусный. Холодный. Видишь, которая у меня тарелка? Тарелка у мужа. А я попросила принести хлебушка. Принесите, говорю, мне хлебушка чёрного. Вот принесли хлебушка. Оливок. Мы пообедали. Решили прошвырнуться. Оказалось, что мы ничего не взяли. На чём можно на пляже полежать? Тарелка, Олежка, ухали папа. До Хали папы мы не дошли. Это, казалось, ресторан грузинской кухни. В нём мы, наверное, завтра сходим. А сейчас, да, мы были в таком вкозырном месте. И идём в магазин Максима. Прямо высокой кухни. Да, высокой кухни. Ресторан. Идём в магазин Максима. Надо купить два полотенчишка. Вот. Хали папа. Хали папа. Ага. Вот, в Хали папу завтра пойдём. Так, ну, может туда? Погали я. Конечно, вся местность напоминает наш курортный городок. Тоже Нарва Ису. Только здесь более оживлённо. У нас там сейчас, говорят, совсем тихо. Здесь тоже такие встречаются дома более новые и некоторые уже мхом покрытые. Ну, место, конечно, такое. Ну, в такую погоду оно, конечно, райское. Ну, представляю, зимой возле моря. Бррр. Наверное, бррр. Чубушник цветёт. Мы, кстати, когда поехали, у нас тоже зацвёл. Юрмала. Юрмала. Тут уже такие аутентичные дома есть. Некоторые мы проходили мимо, даже и нежилые. Даже занавесок в окушках нет. Так просто мы представляем стоимость жилья в этом месте. Чем не пальмы? Голый ствол. Ну, по нему, правда, вьюн какой-то. А на макушке сосна. Сувелинные такие. Ага. Пальмы. Даже надо подстригать. Так как альпинистов промышленных нанимают подстригать. Данька, у нас две ели. Представляешь, что тебе грозит? Ты уже метра на два, на три вверх их подстриг. Всё, надо будет этот кран. И дальше пойдёшь подстригать. Вон какие. Вот, пожалуйста, Сидор. Из Хиномелеса. Хиномелес по-латвийски, по-латышски. Цидония. Вот Сидор. Кто бы мог подумать. Юр, мала. Юр, мала. Дебильная песня в голове. Ой, какого красивого дяденьку к нам занесло. А что это ты такое принёс? Ой-ой-ой. С орешками. Да. С орешками так прямо а-ля Турция. Мы в Юрмале. Да-да-да. На нет и видео. На нет и видео. Смотри. Смотри. Сейчас выуклинет. Ха-ха-ха. Ух, лёвый. Смотри. О! Одной и сразу причём, смотри. Да ты чё? Сейчас выуклинет. Смотри, смотри. Нет, орёт. Нет. вот это да ну попрошайки кошмар на ходу дань кидай вот сюда на камеру ленивые это ленивые орешки к пиву ой кошмар они нас сейчас обкакают ты посмотри какие голодяи ой какой кошмар они метрят нас смотри 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 ой 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 да конечно конечно ну что ж такое так ругаться то слушай ну они ничего соленые да острые ели лунная дорожка тут солнечная дорожка и с тапками и с пивом и с женой и с тапками и с пивом и женой и чай накормил чайки в драку устроили это же кошмар ой как хорошо прямо даже прямо очень хорошо в этом были сосны да где мы с тобой познакомились нам прямо было сказано что там этот парк при отеле с соснами тебе на картах было сказано мне не на картах я читала познакомиться с таким это иностранцем который в тебе души не будет чая нет мы с Ленкой когда отель смотрели когда отель смотрели там было написано как он назывался это Даня отель то в Кемере ой а-ля карт а-ля карт какой-то там написано было что парк причем сосновый мы ехали в другой и нас просто поселили в этот и мы ехали в другой и нам в последний момент поменяли два раза а мы уже приехали даже нам сказали нам-то нет а-да нам в Таллине сказали что типа вы едете в другой отель типа она лучше у нас было все включено а здесь ультра включено а мы наоборот ехали в какую-то четверку с Ленкой а нам сказали тоже да что поедете в ультра за те же деньги но это как-то потом еще раз перенесли у этого же отеля еще один есть отель ну нас туда хотели а потом в этот поселили нам три раза меняли место у нас а нет не в этот Majestic Majestic да Blue Resort Majestic La Mer La Mer La Mer у нас откладывали по-моему отлет на пять дней отложили сначала два потом три дня в итоге на пять дней у нас отложили этот вылет а у нас с тобой потом мы с тобой поехали помнишь тоже сколько вылет откладывали или это у нас с тобой с тобой у нас откладывали потом мы на автобус опоздали еще вернее автобус не пришел угу есть спасатели вот серая будка походу спасатели угу из самых главных подвижных вот мы и рассказали как мы с тобой познакомились да то все спрашивают спрашивают в отпуске как это в песне на морском песочке я Марусю встретил да 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 солнышко да ну так все ну и было уж как они противно кричат чайки-то эти ну хоть не бакланы а чайки ну бакланы это да где бы на море летали комары как в Эстонии и в Латвии ну смотри-ка чего на пляже в отличие вот у нас на Рваису одна кафешка на весь пляж ну да одна кафешка ну две там где-то одна вдалеке это одно второе тут туалеты бесплатные и ноги помыть можно и все там я такого не помню туалет платный был на Рваису 20 центов да там стоянки платные стоянки а ну здесь тоже платные стоянки извини здесь заплатил 2 евро а да здесь здесь 2 евро заплатил в сутки на целый день да до 12 ночи да заплатил 2 евро и ставь где хочешь машину в любом месте можно ставить где позволено да да хотя хотя где позволено сегодня же полицейские ходили вот здесь вот не было у них наклеек значит а наклеек не было этих ну ага не продвинул у них или не продвинул было да то есть у машины должна быть наклеечка то что оплачено и ставь не хочу а сегодня тут мы шли в этом месте как раз да шлепали шлепали штрафы нам с тобой тоже в том году нашлепали в Нарвейсу штрафик штрафы-то не такие как в Юрмале побольше в три раза да двинторит концерте за 30 евро 34 ну ой нет не хочу я пить хочу кофе не хочу тут везде на велосипедах ездят на роликах на на мотопедах каких-то в общем на этих господи как они называют самокаты ну у нас нужно самокатах ну тут и по пляжу и все спортом занимаются и с палками ходят надо бы мне другие шлепанцы взять у этих тканевое вот это место ну укус мой трет ну так у меня укусили если пчелы покусали вот отельчик тоже я выключу крыша смотрит вообще как черепица непонятная странный дом второй и третий этаж главное там интересно так сделано и второй и третий сам такой узенький и крыша смотри какая интересная ну да вроде и крыша а вроде не стена да а идет как крыша и везде вот смотри видишь такая плоская везде такие не как у нас металла черепица сзади у нас только комару да я иду тебя отмахиваю сзади пойдем туда набрызгаемся с тобой этим дихлофусом да 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 Продолжение следует...